Мы попадаем в область неверифицируемого знания. Здесь, так сказать, проверять информацию бессмысленно, потому что существует некий миф о чужом, миф о соседе, который имеет очень древние корни, но тем не менее в сознании наших современников и в сознании городских людей, что самое интересное, продолжает жить, иногда выплывая в самых неожиданных ситуациях, активизируются какие-то такие любопытные поверья и какие-то такие воспоминания о том, что когда-то кто-то, кажется, бабушка рассказывала и так далее. Так вот, что касается свой-чужор. Практически эта оппозиция охватывает всю сферу народной культуры и сюда же к ней притягиваются и другие признаки, такие как хороший-плохой, но, естественно, у нас свой-чужой, левая часть будет свой, и к ней подстраиваются все другие. Правая-чужой, соответственно, признаки противоположные. Хороший-плохой, праведный-греховный, живой-мертвый, человеческий-нечеловеческий, близкий-далекий. То есть получается, что левая колонка, она как-то все-таки больше со знаком плюс у нас ассоциируется и в сознании носителей традиции. А левая колонка, а правая колонка относительно чужих, она маркирует чужого как некого такого персонажа, в общем-то, достаточно подозрительного, связанного с потусторонним миром, с нечистой силой, с всякими видовскими магическими практиками, чаще всего вредоносными, с какими-то вот такими ритуалами, которые совершенно неприемлемы в своей традиции. И таким образом, вот, если мы посмотрим на категорию чужих персонажей, в кавычках, для народной культуры, то здесь в одном поле окажутся не только представители, грубо говоря, нечистой силы, демонологические персонажи, типа леших, домовых, водяных и так далее. Но и вот эти самые этнические соседи, которые часто по целому ряду признаков иногда просто приравниваются вот к этим вот мифологическим персонажам, выделяются сверхъестественными свойствами и всякими, значит, удивительными качествами, которых, конечно, надо опасаться. Нужно все время иметь в виду, что сосед, он, особенно если он этнический или конфессионально чужой, штука опасная, но в то же время его можно, умеючи, так сказать, хорошо использовать вот в поле своей культуры для своей пользы. Вот в этом, собственно, и заключается уникальность ситуации. С одной стороны, отчуждение от чужой культуры, дистанцирование, неприятие ее, навешивание на нее всяких ярлыков, а с другой стороны, в целом ряде ситуаций к этой культуре обращаются как палочки-выручалочки. Ну, например, там, в ситуациях, там, каких-то связанных с... в экстремальных ситуациях, связанных с болезнями, с мором, там, с всякими неприятностями, когда идут заказывать, например, молебен, либо в чужом храме, там, например, православные могут, так сказать, переступить через себя и пойти к католикам попросить помолиться о дожде, например. Или и православные католики идут в синагогу и просят, значит, раввина помолиться, там, о тяжелобольном человеке, там, или о... чтобы, там, так сказать, найти, например, вычислить вора, который тебя ограбил. Говорят, что помогает гораздо лучше, ежели ты пойдешь к своему собственному знахарю. Здесь вот чужой, так сказать, специалист перевешивает своего. То есть на самом деле вот эти культуры нуждаются друг в друге, и в результате вот этого многовекового соседства они настолько переплелись и настолько, как бы, притерлись друг к другу, что совершенно нормально существует. И очень яркое отличие народной культуры вот от, ну, я не знаю, там, современной городской или, там, не знаю, современной, так сказать, цивилизации в том, что ксенофобии там как таковой, как явление, да, такого мы не наблюдаем. То есть там другие механизмы работают. Можно любить или не любить соседа. Он может быть и хорошим, и плохим. Самое главное, что он другой. И вот это вот, так сказать, другой, это немножечко, так сказать, ну, скрашивает, что ли, иногда в кризисных ситуациях противостояние двух таких вот противоборствующих культурных сил. Именно поэтому вот народная культура в гораздо большей степени оказывается толерантной, так сказать, терпимой к представителям и иной веры, и иного этноса. Хотя, на самом деле, вот те стереотипы, о которых мы с вами будем говорить, и как они в быту, так сказать, проявляются, достаточно жесткие. Но здесь нужно иметь в виду, что народная культура вообще бесстрастна и к себе самой, и к соседу. То есть не значит, что она все плохо говорит только о соседе. А о себе тоже, так сказать, можно иногда такие характеристики сформировать, что мало не покажется. Вот. Другое дело, что это никогда не, скажем так, не переходит границ неких, за которыми начинается просто неприятие чужого только потому, что он, так сказать, иной веры, в другую церковь входит или не так одевается. Вот это вот нужно иметь в виду. И на самом деле вот остатки этой ситуации мы можем наблюдать и сегодня, потому что, как я уже говорила, мы проводили наши полевые исследования в тех регионах, где сейчас евреев практически не осталось. Там или их нет вообще, или живут какие-то совершенно вот единицы вот в этих самых бывших местечках. Но тем не менее, вот еврейская традиция, она оказалась жива в памяти этнических соседей. То есть вот местные украинцы, Беларусь и поляки, они прекрасно помнят своих соседей, они осведомлены об их традициях, об их праздниках, об их ритуалах. Причем, ну, конечно, нужно здесь учитывать, что доля мифологизации здесь присутствует достаточно большая. Но, тем не менее, вот многие из них, из местных славян, знают и помнят еще старшее поколение язык ридиш, который был языком межнационального общения в этих самых местечках. И уж в базарный день точно на базаре все говорили, так сказать, ровно на этом самом наречии. Вот, потому что базар в местечке это место такое большое, значит, общественной тусовки, куда стекались крестьяне из местных сел. И тогда, вот, собственно, вот этот вот словарик, да, активизировался. И до сих пор вот старые люди, они вот эту вот лексику, да, из области торговли, товарообмена и, ну, всяких вот таких бытовых фраз, они это помнят и знают. Кроме того, многие из славян-христиан работали в евреев, помогали, так сказать, ну, либо работали просто в еврейских мастерских, которые у местных специалистов, либо, поскольку жили по соседству, то была такая вот практика, там, например, по субботам ходить, помогать евреям по хозяйству, потому что, как известно, евреи в субботу ничего делать не могут. Вот. И, соответственно, вот, все такие бытовые подробности, они до сих пор живы в памяти у наших славянских информантов. и я думаю, что на самом деле еще не дает угаснуть окончательной памяти об этнических соседях культурный ландшафт, потому что вот то, что мы можем там наблюдать, до сих пор в этих местечках сохранилась рядовая застройка, то есть вот эти самые еврейские дома, они стоят, ну, которые не развалились, в некоторых из них живут украинцы там или белорусы, вот, сохранились в местечках еврейские кладбища, конечно, они заброшенные, но, тем не менее, это тот вот объект, с которым связано очень много фольклорных рассказов, таких мифологических рассказов, вот, потому что там всякие происходят страшные и не очень страшные чудеса в этом пространстве, сохранились чаще всего в виде таких живописных руин синагоги, которые тоже, в общем-то, являются объектом местного фольклора, и с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, как-то многие старые люди помнят, как это выглядело, когда еще тут, так сказать, еврейская культура была на своем месте. то есть, значит, у нас есть, как бы, два типа источников, с одной стороны, это вот этнографические свидетельства прошлых лет, с другой стороны, современные записи, которые мы сейчас вот фиксируем. И вот на собственно, этом материале я как раз хочу построить наш лекции и рассказать вам о том, что мы, значит, сейчас можем там наблюдать. Ну, на самом деле, вообще, представление о чужом народе, да, сейчас отвлечемся от ситуации славяне и евреи, просто, так сказать, любой народ, он формирует впечатление, в смысле, представление о себе и об окружающих его этносах. если мы возьмем народные этиологические легенды, то есть легенды о происхождении чего-то, то на самом деле в фольклорном фонде любой этнической культуры будут рассказы о том, как, собственно, почему, откуда появились разные народы, почему мы разные, почему, значит, существует не только мы, но и существуют они. И здесь, что в первую очередь важно, что свой народ, свой этнос воспринимается как первичный, произошедший, но чуть ли не от Адама и Евы, да, самый лучший, самый, ну, скажем так, достойный, самый соответствующий понятию человеческого, потому что остальные все, они, конечно, может быть, тоже люди, но на самом деле иногда получается, что этнические и профессиональные соседи оказываются, представляются вполне зооморфными персонажами. Вот вспомним в древнерусских источниках рассказы о песеглавцах, да, вот этих песеголовых людях, которые живут где-то за морем, и вот они, значит, вроде там ходят на двух ногах и говорить умеют, но голод у них собачий, и, в общем, как бы общаться с ними достаточно трудно. И вот, значит, неким, некоторым чужим народам приписывались звериные черты, говорили, что там у кого-то есть хвостики, у кого-то, значит, копыт на ногах, у кого-то там птичьи лапы и так далее. На самом деле распространению таких верований способствовала и древнерусская книжность, в котором вот такие, как бы, в рукописных сборниках тиражировавшиеся статьи о хождениях Александра Македонского в далекие страны или там описание просто далеких земель, где живут люди разные, там просто списком. Люди собачьи головы, люди там коровьи ноги, люди птичьи там лапы и так далее. Вот, все это в больших количествах присутствовало, и понятно, что вот человек в таком плане ощущал себя довольно, наверное, интересно, да, вот он один представитель, допустим, вот я и мы ближайшие это человеческие создания, все другие не вполне людские. И на самом деле вот, значит, это одна составляющая, которая потом развелась в народных верованиях, в приписывании чужим действительно сверхъестественных самых способностей, которые, и способности к оборотничеству, например, и способности к превращениям и способности к магии и видосту, которые свойственны, в общем, таким дипломологическим персонажам. Другой момент, значит, если речь идет действительно о народах, о людях, то здесь, конечно, народная традиция должна была себе объяснить, откуда взялись люди разные, народы разные. И ответ на этот вопрос давали переработки библейского сюжета о Волонской башне. То есть там как бы вот в первоисточнике в авторитетном в общем-то было правда очень лаконично сказано, что вот Бог устроил смешение языков, когда люди задумали строить башню до неба, в общем, ему этот эксперимент не понравился, и он решил вот таким образом человеческую гордыню поставить на место. Но это народная традиция, она обычно как-то стремится к конкретизации вот таких лаконичных сообщений, которые идут из книжной культуры. Поэтому в народных легендах о разных, так сказать, этносах мы имеем самые разные, значит, варианты, очень-очень конкретные. Например, что вот люди стали строить там башню до неба, Бог ее разрушил, помешал им языки и разбежались они. и стали. Кто американцами, кто китайцами, кто русскими, значит, ну это, то есть, как бы, да, ну попадаются еще, вот стали там французы, итальянцы, но это в зависимости уже от рассказчика, кто у кого, значит, какой там набор есть в голове этнических, этих самых, этнонимов, тот их и употребляет. Но тем не менее, значит, вот таким образом получились разные языки и разные народы. Причем, значит, вроде как, ну в таком случае все они должны быть одинаковые. Нет, все-таки нужно удостовериться, что свой-то этнос, он лучше, он круче, он, так сказать, достойнее, о чем я уже говорила. Тогда на помощь приходит другая легенда. Вспомним, значит, о том, что случилось с Ноем и его семейством, да, что вот после потопа Ной, утомленный трудами по благоустройству, значит, новой земли, устал, утомился, ну еще там вина выпил, лег, заснул. И, как известно, значит, вот один сын его насмеялся над тем, что отец лежит в таком непотребном виде, значит, как-то так вот поехитничал по этому поводу, а другое, значит, почтительно на горту отца прикрыл. Так вот, считается, что от этого почтенного сына произошли, ну, соответственно, в зависимости от того, где это рассказывается, болгары или там поляки, или там, ну, я не знаю, кто угодно. А вот от непочтенного сына кто мог произойти? Чужаки, цыганы, в первую очередь, да? Вот на них грешат, что они такие. Вот. Или, например, еще такая есть забавная болгарская легенда, которая декларирует происхождение болгар от Адама и Евы, что все другие народы, это как бы, на самом деле, было так, что от Адама и Евы произошли только болгары, а еще от Адама и Евы произошли такие, как бы, люди-обезьяны, ну, вторая ветвь такая. И вот из этих вот людей-обезьян, таких вот, оброслых, таких, значит, мохнатых, волосатых, произошли потом всякие другие народы, в частности, Волохи, Валахи, вот этот романский субэтнос, которым болгары относятся как к более низшему такому, что ли, по шкале ценностей. Они считают, что они нецивилизованные, дикие, значит, язык у них неправильный, и вот они такие все, значит, даже в анониме в этом звучит внутренняя форма волосатые, косматые. А косматес это первый вообще признак чужака и не совсем, так сказать, своего человека. Ну, значит, что мы имеем еще по поводу, значит, уже конкретно, как можно распознать этого самого чужого. Вот по тем самым телесным особенностям, которым, как известно, вот от сотворения мира наделены представители чужих этносов. И вот здесь вот начинаются такие рассказы, которые можно, в общем-то, классифицировать как жанр такого своеобразного навета на чужого, да, когда наговариваются какие-то, в общем-то, совершенно, как информация, которая не имеет отношения к действительности, в общем-то, обидная для чужака. Ну, например, что евреи имеют маленькие хвостики. А еще они кипу на рогах носят. Да, кипу на рогах носят, да, вот. Это лютеране, значит, и у них шесть пальцев на ногах, поэтому они, значит, в обуви все время ходят, в отличие от этих босоногих, значит, православных, которые топчутся босиком, или там, в лучшем случае, в лапте. Вот. То есть вот, если мы посмотрим, на самом деле, сравним вот эти вот черты с теми чертами облика, которые приписываются в славянской народной культуре нечистой силе, вот эти самые, значит, маленькие хвостики у ведьм, или там какие-то, значит, эти самые аномалии телесные у колдунов, я уж не говорю, так сказать, о всяких там домовых и леших и прочих, то это ровно, получается, персонажи одного ряда. Ну, если заглянуть, так сказать, в душу народца, то здесь мы можем увидеть следующий такой постулат, который достаточно устойчивый при всей толерантности, как я уже говорила, народной культуры, на самом деле, универсальным представлением является то, что чужие, у них нет души. Естественно, они не совсем люди, потому что, как известно, так сказать, да, что душой обладают представители только своего вот этноса, в частности, вот довольно любопытно наблюдать полемику между православными и католиками, как бы, допустим, теми же вот жителями Полесья, да, там часть православной, часть католики, то есть они этнически одинаковые совершенно, ничем друг от друга не отличаются, но тем не менее, они друг на друга говорят, что у них души нет, которые за речкой живут, вот католическое село, а другие говорят, а вот эти дикие, значит, которые, то у них души нет, а если их даже есть, но она какая-то, вот у нас душа светлая и прозрачная, а у них она такая, когда выходит, ну, человек умирает, душа уходит, она какая-то такая темненькая и похожая на собачонку маленькую, в общем, нормально такой, обмен любезностями по полной схеме, вот, и довольно вот якоустойчивое такое представление о том, что нет души у чужих, а есть только пар или пара, как у животных, и вот это самое, по этому признаку отказывают иногда чужакам в праве называться людьми, и довольно интересно, это до сих пор, даже, в общем-то, если вот само представление о наличии или отсутствии души как-то уже там, нивелированное или стерто, то вот эта вот практика называния себя людьми, а чужих, так сказать, так называют, либо говорят, они, либо, значит, нонимом называют, сохраняются до сих пор, и это просто уже на таком подсознательном уровне, в общем, довольно интересно, вот если, допустим, мы разговаривали в Подоле с украинцами, они говорили, что вопрос был такой, можно ли хоронить чужих на христианском кладбище, евреев в частности, были такие случаи, когда евреи, нет, говорят, никогда у нас на этом кладбище евреев не было, только сами люди, значит, разговариваем с евреями параллельно, тот же вопрос задается, а вот было такое, что на еврейском кладбище могли похоронить христианина, ну, потому что, действительно, было довольно сложно, сложная ситуация с погребением, особенно в советское время, когда, ну, и смешанные браки уже были, и кладбища еврейские были заброшены, и всех хоронили, конечно, на общее сельском кладбище, которое было раньше православным, и там всякие свои, значит, морочки, кого поближе к краюшку, значит, если евреи, даже если уважаемые, его все норовили поближе к ограде, а евреи обижались, потому что они знали, что кого христиане хоронят вообще поближе к ограде или за оград, самоубийцы, всяких, значит, нехороших людей, то есть там свои возникали уже на бытовой почве такие противоречия, так вот, значит, у евреев спрашивают, а было такое, что могли чужого похоронить? Нет, говорит, никогда такого не было, значит, и никогда на христианском кладбище людей не было, значит, евреи сами себя, в зеркальной ситуации, евреи называют себя людьми, христиан, так сказать, дистанцируют, и христиане называют людьми себя, дистанцируя себя от евреев. И вот эта вот ситуация зеркальности, она очень во многих проявляется в ситуациях и в представлениях о праздниках, и представлениях об обрядах, и о магических практиках, это все мы можем наблюдать до сих пор. Но что касается по поводу, значит, есть душа или нет, то довольно жестко по этому поводу, значит, высказывалась народная культура Закарпатья. Но вообще там довольно так, как-то так, межэтнические отношения всегда были довольно напряженными, потому что уж очень слишком запутанно, и там просто так не разберешься. Так вот, значит, Руси на Закарпатье, говоря о том, что о смерти еврея никогда не говорили, что еврей умер. Ну, это было просто, ну, невозможно было сказать, что он умер, да, про него говорили только издох или изгиб, так, как говорят о жизни, о смерти животных. Жит-издох, жит-изгиб. В Полесье один раз мне удалось записать аналогичное, что когда вопрос был такой, совершенно не относящийся к этническим каким-то проблемам, значит, а какие у нас были в вопроснике Полесьской экспедиции такой вопрос, а как говорят о смерти животных, скотины, и можно ли сказать о каком-нибудь из животных, что они умерли. Ну, и, естественно, в соответствии с такими замечательными архетипами крестьяне в один голос отвечали, что, да, вот пчелки умерли, там, ласточки умерли, вот эти чистые, да, святые животные, ну, рыбка уснула, там, остальные все сдохли, там, коровы сдохли, лошадь сдохла. И, значит, выговорив вот этот самый список, кто, значит, как свои дни кончает, бабка так вздохнула и выложила у меня козырь такой окончательный, понизил господи, и наявреев кажут, сдохла. Ну, тут я поняла, что действительно стереотип жив, никуда он не делся. Значит, вот нет у нас души. Либо вторая крайность, тоже аномальная, но которая, значит, тоже вот может влиять на практику мифологии соседства, когда две души у человека, это неправильно, потому что две души понятно у кого, это у колдунов, так называемых, двоедушников, вот, и вот эта самая вторая душа достаточно бывает вредоносная, пока человек спит, она по ночам выходит и, значит, там всячески наводит порчу на окружающих людей и животных. Так вот, в Закарпатии, опять же, было зафиксировано такое представление, что поголовно всеместные евреи были двоедушниками. Ну, и, соответственно, на них на всех навешивался ярлык колдуна, там ведуна, знахаря и так далее, что на самом деле не мешало абсолютно местному населению ходить к ним, обращаться за помощью и, так сказать, лечились у них и получали от них всякие, так сказать, магические средства и так далее. Вот, пожалуйста, значит, двоедушник, ну, ладно, ну, коль он такой, ну, на самом деле, ну, можно к нему сходить, попросить его помочь. На самом деле, вот, мне кажется, что многие из подобных суеверий, они являют собой не просто придумку, ну, то есть, это вот не значит, что они вот сели, просто из головы придумали про эти две души у евреев. Это и какие-то в ряде случаев отголоски реальных представлений соседей, только вывернутые наизнанку, потому что вполне возможно, что кто-то из носителей местной славянской традиции в том же, так сказать, шинке, где собирались все и где, так сказать, часто проводились в том числе и такие вот конфессиональные диспуты, мог услышать от своего соседа-еврея такую информацию, что в будний день у каждого еврея одна душа, а в субботу и в празднике две. Но это действительно внутриеврейское представление. И вот это представление могло, попав в славянскую среду и найдя свои соответствия, переродиться в такое суеверие, в такой навет на этнического соседа. И все они стали тогда двоедушниками и, следовательно, колдунами. Ну, на самом деле, что тогда получается с этими самыми несчастными, лишенными души или имеющими душу избытки чужаками, когда они умирают? Оказывается, они не могут попасть, как все нормальные христиане, в рай, в ад или в чистилище, в зависимости от своих заслуг или каких-то своих прегрешений. Для них существует специальное место, но это место придумала на самом деле католическая традиция, в православной нет такого представления. Специальное место, которое представляется как некая бездонная темная пропасть, где сидят вот эти самые души евреев вместе с душами некрещенных младенцев. Ну, да, такие вот непрекаянные душечки, которые до страшного суда вынуждены находиться в таком подвешенном состоянии. И уже, так сказать, ну, когда будет страшный сон, тогда считается, что вот тогда все будет разложено по полочкам, а пока они отделены вместе с прочими маргиналами даже на том свете. как бы это было бы тоже не казалось немножко странным, вообще в народном христианстве оказывается существует довольно четкие представления о переселении душ. Вот, что значит, душа может переселиться в животное, например, и если ты плохо себя ведешь при жизни, то можешь оказаться после смерти например, лошадью или свиньей. И, соответственно, тебя будут относиться уже до конца твоего этого животного века. Так вот, опять же, в Закарпатье довольно устойчиво фиксируется чуть ли не до недавнего времени представление, что души евреев переселялись в животных, в частности, в коней, лошадей. Здесь тоже выбор очень четкий. Лошадь, конь, нечистое животное. То есть, она не переселяется в чистую корову, а в эту самую нечистую лошадь, которая иногда очень четко, так сказать, отделяется, противопоставляется по своим качествам другим домашним животным. Ну и, соответственно, эта самая грешная душа обречена на пребывание в теле животного, пока это животное само не околеет и не будет там заколото. Ну, здесь тоже, наверное, можно представить, что какие-то отголоски о еврейских представлениях о вот этих вот существах, вселяющихся в людей, в этих дебуках, здесь присутствуют. И, в общем-то, об этом свидетельствует если сравнить, допустим, еврейский фольклор из Закарпатия с местными славянскими представлениями, вполне возможно вот такое вот установить заимствование. К сожалению, пока этим сюжетом никто не занимался, это большая тема, которая еще ждет своего исследования. Ну вот, значит, что еще? Оказывается, другого цвета могут быть чужаки. На первый взгляд, там, ну, понятно, что там бывают люди белые, бывают люди там темнокожие, но это уж, это было бы слишком просто. На самом деле, цветовые характеристики чужих, это такое, опять же, приписываемое им качество. И удивительным образом носители народной традиции действительно так видят своих соседей. Хотя совершенно понятно, что, ну, допустим, те же евреи в Подолии цветом лица, ну, не очень отличались от местного, так сказать, славянского населения. Но, тем не менее, представление о том, что евреи черные, вот, как бы, четко, так сказать, сидит в головах информатов, может быть, это подкрепляется тем, что все-таки, ну, черная одежда вот у евреев была принята, да, и когда вот евреи шли в синагогу большим количеством через местечко, действительно, вот эта самая цветовая характеристика в глаза бросалась. Вот. Но здесь, скорее, черный, это не чисто цветовой такой маркер, да, это оценочная характеристика, потому что за, как мы с вами знаем, в славянской народной культуре черному приписывается масса всяких символических значений, причем, в основном, конечно, со знаком минус, соотносится этот цвет, с потусторонним миром, там, с тем светом, с аналогическими персонажами и так далее. Ну, вот, если у вас в Восточной Европе евреев чаще всего называют черными, то у болгар, другое видение, они считают, что евреи желтые. И вот этот вот эпитет «желтые евреи» они, значит, прослеживаются и в эпических произведениях, и в разговорной практике. Почему желтые тоже, в общем, пытались как-то вот этнографы это дело объяснить, говорили, что может быть это потому, что в средние века вот заставляли их носить желтые головные уборы или вот, в общем, каким-то образом, но скорее всего нет. Скорее всего, здесь опять же вот эта вот оценочная характеристика, потому что желтый связан с в болгарской традиции это цвет вот нечистых всяких, так сказать, явлений, предметов, связанных с тем светом и со всякими вот такими болезнями, такими, значит, какими-то вот такими неприятными, значит, проявлениями потусторонних сил и так далее. Иногда, значит, вот, да, то, что это чисто оценочная характеристика можно понять из, например, вот фольклорного текста болгарского, когда, ну, такая историческая песня, где описывается, как некие враждебные силы наступают на болгарские монастыри. Кто же там наступает? А наступают туда латини, желтые евреи. Значит, вот они вместе в одном ряду эти самые представители латинской веры, враждебные, вместе с желтыми евреями. Те и другие, значит, этот эпитет поставлен в середину, его можно отнести как к первому носителю, так и ко второму. Ну, и в другой, значит, эпической песне сказано, что вот эти самые желтые еврешчуга, значит, желтые евреи хотят купить все белые монастыри, сжечь все евангелия и превратить все христианские храмы в синагоги. Ну, здесь, в общем, четкое противопоставление белый плюс со знаком плюс, желтый со знаком минус. Ну, и на самом деле о том, что вот эта вот цветовая характеристика есть не что иное, как видение такое своеобразное чужого, свидетельствует, например, вот такие факты, значит, это польско-словацкое пограничье, спиш, то есть там, значит, соответственно, разные славяне живут, плюс там довольно много цыган исторических, плюс там, значит, вот довольно много было еврей. Так вот, местное славянское население этих чужаков, как бы, оно ставило, значит, одни были более чужие, чем, значит, другие, об этом я еще скажу, когда мы про Будь будем подробнее говорить, вот, но поскольку, значит, у них было такое четкое разделение, что евреи были красивые и белые, а цыгане черные, вот, причем, значит, и про тех и других говорили, что они вот такие вот, у них там всякие, есть телесные аномалии, и вообще они все там поголовно колдуны, ведуны, и так далее, но тем не менее, вот, евреев, значит, местные славяне любили больше, ну, видимо, потому что это были более, так сказать, цивилизованные соседи, от которых во многом зависело и благополучие местного славянского населения, но цыгане оказались черными, потому что вот они как бы на этом уровне свой-чужой оказались, так сказать, более маргинальными, хотя бывают совершенно другие ситуации, и вот, когда мы дойдем до такой характеристики, как запах чужого, то я такой пример приведу, но я не знаю, сейчас ничего, перерывчик сделать, или как? Еще одно такое вот представление о чужаках, это о том, что они, ну, грубо говоря, странные, вот так вот обозначим эту категорию, то есть у них все не так, как у нормальных людей, и в общем-то настолько эти сильны были представления, что даже когда вот польский историк, этнограф Ян Станислав Быстрый, один из первых, он, в общем-то, как бы начал развивать вот эту тему изучения культурных стереотипов в народной культуре, он предложил составить такую схему описания.